Организаторы считают, что танцевать легко. Давайте проверим это утверждение и присоединимся ко всем участникам первого в городе проекта для желающих освоить четыре направления хореографии. Поехали! Даже сами организаторы не ожидали такого ажиотажа. На первое собрание проекта пришли 30 пар, плюс те, кто еще не нашел себе партнера. Всем им предстоит разучить четыре танца, каждому из которых хореографы придумали свою стилистику. 13 апреля на галоконцерте пара участниц проекта станцуют исторический вальс, кадриль, бачату в образе стиля, джайв в стиле рок. Я подумала о том, что стоит задать вообще разные направления. Принципиально разные, чтобы не было ни одной пары явного преимущества. Набралось вот четыре направления. Я поняла, что они настолько разнохарактерные, что из этого можно даже сделать фишку. Знакомство с новым танцевальным направлением начинается с разучивания базовых шагов. Организатор и хореограф проекта Екатерина Сысоева решила поставить участникам джайв. Это довольно быстрый и энергичный латиноамериканский танец, включает в себя множество элементов. Проект «Танцевать легко» рассчитан как на знакомых с искусством хореографии, так и на тех, кто впервые решил открыть для себя это направление. Самое замечательное в обучении взрослых людей – это то, что они сами пришли, они сами хотят, и для педагога это, наверное, один из самых важных мотивирующих факторов. Неважно, какого уровня танцевания, как быстро схватывает ученик, если ты видишь в глазах вот это желание вникнуть, вот этот азарт, справиться со скоростью музыки, справиться со своими непослушными ногами, с тем, что у тебя еще есть партнер или партнерша, которые идут в совершенно другую сторону. Свой последний танец Никита Адарчук танцевал еще в школе на выпускном балу. С тех пор повода заняться хореографией не было. Узнав о проекте «Танцевать легко», решил попробовать свои силы и побороться за главный приз. Что-то это новенькое, это необычное, не как бы вон выходящее из обычного, ну, ритма жизни, это что-то, все-таки танец, это какое-то выражение своей внутренней энергии, своих желаний, ну, как-то новое, новое что-то. Гала-концерт проекта «Танцевать легко» пройдет 13 апреля на сцене Дома молодежи. Для участников подготовили сразу несколько специальных призов, главный из которых – поездка в Казань. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.